ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России предложили ввести еще одну категорию водительских прав. Она понадобится пользователям электрических самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Идея прозвучала в Госдуме. Если она будет реализована, то неизбежно встанет вопрос о необходимости оформления указанными участниками дорожного движения полисов ОСАГО. К этому подталкивает жизнь, говорят авторы инициативы. В 2021 году в стране было зафиксировано почти полторы тысячи ДТП с участием СИМ. В них погибли 40 человек. ТРАССА СТО ОДИН Из-за роста стоимости запчастей и автомобилей в целом, россияне стали водить аккуратнее. К такому выводу пришли специалисты одной из известных страховых компаний. По их данным, число обращений по ОСАГО за 9 месяцев этого года в сравнении с тем же периодом 2021 снизилось на 5%, а по КАСКО сразу на 24%. Чаще всего в ДТП попадают мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. На них приходится почти треть страховых случаев. ТРАССА СТО ОДИН Власти одобрили появление на дорогах двух новых знаков. Первый будет информировать водителей о местах расположения зарядных станций для электромобилей. Второй запрещать движение автобусов. Это не относится к автобусам, которые следуют по определенному маршруту. Цель – разгрузить трассы с плотным трафиком. ТРАССА СТО ОДИН А компания «Джили» озвучила стоимость рестайлингового кроссовера «Тугелла». Минимальный заводской ценник – почти 4 миллиона рублей, максимальный – 4 миллиона 300 тысяч. От предшественника автомобиль отличается иным передним и задним бамперами, радиаторной решеткой с двойными патрубками выхлопной системы. Машина по-прежнему оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил и восьмиступенчатым автоматом. В начальной комплектации есть, например, шесть подушек безопасности, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, система контроля усталости водителя. ТРАССА СТО ОДИН Китайская компания «Нью Энерджи Моторс» получила российский сертификат на электрический грузовичок «Вольф ФС-25». Пузов машины имеется объем 4,5 кубометра, туда входят два стандартных палета. Грузоподъемность 800 килограммов. Возможен монтаж холодильной установки, которая питается от соотдельной батареи. Автомобиль приводится в движение 40-сильным электромотором. Запас хода 200 километров. Стоимость новинки пока неизвестна. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН